Ну что, удалось ли Камиле Кабео отомстить своим подружкам из Fifth Harmony после ухода из группы? И как её пропиарили BTS? Почему её дебютный альбом Камилля? Один из самых ожидаемых релизов 2018 года? И какие песни мне понравились? И можно послушать вам, если нет времени на весь альбом. Всё это прямо сейчас, поехали! РАМ-музыка! Привет, ребята, это РАМ-музыка. Новые релизы потихоньку выплывают, хоть и в самый неудачный месяц январь. Но я вам, как в прошлом году говорил, так и сейчас говорю, что январь хорош как раз и этим. Так как конкурентов мало, можно стать первым в билборде. Есть больше вероятности занять вершину альбомного чарта. Вот и скромненькая Камила Кабео, или, как говорят завистники, Камила Кобыла. Что, я не поощряю, пошли вон отсюда. Блин. Выпустила свой дебютный альбом, который уже поставил кучу рекордов. Лучший дебют цифровой эры. Возглавила более 100 стран в iTunes, что мало кому удавалось. И всё это благодаря Хаване, которую так любит группа BTS. Шучу, конечно, но весь успех, так уж получилось, лёг на плечи этой песни. Не думаю, что они изначально планировали такой успех, потому что песня поднималась в чарте медленно, но верно. И видно, что лейбл пристреливался, потому что выходили и другие песни, например, OMG, Squavo, Crying in the Club. Эти песни, кстати, не вошли вообще в финальную версию альбома. Значит, Камиле важно, что будет на альбоме. Это плюс. Crying in the Club мне, кстати, зашла, но Камиле считает, что нет смысла пихать просто так 15 треков на альбом. И я с ней соглашусь. Певица медленно двигалась к своей славе, ушла из группы Fifth Harmony. Мы немного обсуждали это на канале R-Music Live в субботу на стриме. Что у Камилы был самый уникальный и узнаваемый голос в группе. Она, по-моему, ещё и самая молодая была. Короче, видимо, девочки её тюкали, вот она и свалила. И стала знаменитее их всех вместе взятых. Плюс ко всему этому Камилы записывала неплохой трек вместе с Шоном Мендесом. И вот дожила до альбома. Честно вам сказать, я очень доволен пластинкой. Продакшн просто потрясающий на всех треках. Sony Music всё-таки не обделили вниманием. Up-tempo треки ощущаются очень тропическими, летними и танцевальными. Даже Skrillex есть среди гостей-продюсеров на песне She Loves Control, которая по ритму напоминает Деспасита и просит подвигать бампером. Отличный друг Хаваны в этом плане. Вообще альбом приятно удивил в том смысле, что это не типичная поп-музыка, которую мы привыкли слышать на радио. Её голос незаурядный, многим не понравится её верхний регистр. Я уже много раз говорил, что кажется, как будто она под автотюном поёт. Она чётко выпадает в ноты, но некоторые переходы как будто пластиковые. Создаётся такое странное ощущение. Но вживую она поёт точно так же. То есть это особенность голоса как раз. Inside Out тоже лёгкий летний трек. Хорошо, что альбом вышел в этом году, а не в прошлом. Сейчас она тихонечку подойдёт медленно к лету и сможет выпустить все свои песенки. Ну а я сразу же представляю себя голого на пляже, на кубе, трясущего задницей с листочком вместо трусов и покуривающего марихуану. А почему нет? Альбом неплохо структурирован. В центр поместили все баллады и слёзные песни. Все три баллады отличные с точки зрения и лирики, и музыки. Камила очень хорошо показывает свою уязвимую сторону. Real Friends отличная песня, которая бы подошла, например, Селени Гомес. Мне почему-то так показалось. Consequences – очень трогательная композиция. Просто пианино и всё. И больше ничего не нужно. All These Years меня не очень впечатлило. Показало, что Камила топчется на одном месте, и песня музыкально никуда не приводит. Также мне не очень привязался сингл Never Be The Same. Как-то ухо моё не приняло этого завывающего припева. И банального текста, что любовь как наркотик и всё такое. Мои любимые треки на альбоме – это Consequences, Havana и Intuit. Руку которой приложил сам Райан Теддер. А мы все знаем, что это значит. Это значит, что сейчас немножечко подождём, и весной или летом она выпустит эту песню как сингл. Отличный поп-трек, рекомендую. Камила молодец. У меня мало чего плохого, на самом деле, есть сказать про этот альбом. Кто хочет познакомиться с новым поп-артистом, с необычной попсой, как говорится, с нормальной, качественной. Слушайте Камилу Кобео. Ой, я это столько сказала. Судя по лирической составляющей на альбоме, 20-летняя Камила ощущается намного взрослее, чем кажется. Поэтому детских песенок вы тут не найдёте. Зато я знаю, где найдёте. В моём инстаграме. Ссылка на экране и в описании. Поделитесь лайком на это видео. Не жмотитесь, это занимает всего секунду. Вам ничего это не стоит, а мне будет понятно, за то какие видео снимать. Подписывайтесь на этот канал и на канал наш в Телеграме. Ссылки на все-все-все соцсети есть в описании. Сколько можно повторять. В каждой сети есть свои плюшки. Ну всё, я жду вашего мнения об альбоме. Ну и хорошего вам дня. Мы очень скоро увидимся. Давайте все в комменты обсуждать. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»